Всем привет! Это Андрей Бургер и наш авторский проект, в котором мы говорим о высоких технологиях, ярких концепциях и концептах, и, конечно же, о прорывных идеях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик вот здесь, и, конечно, ставьте лайки. Ну и мы начинаем! Сегодня мы поговорим об одной из самых культовых технологий 20 века, о шикарном изобретении, которое принесло своим создателям миллионы долларов, но, несмотря на это, не имело такой уж веселой развязки в конце. Эта вещь для миллионов людей стала любимой игрушкой детства, так уж получилось, но и, кроме всего прочего, считалась просто отличным, запоминающимся, ярким и экстравагантным подарком. Ну и, разумеется, разберем историю о том, как обанкротилась фирма Polaroids. Была популярная поговорка «Хочешь разорить человека? Подари ему фотоаппарат Polaroid». Этот фотоаппарат обладал фантастической для своего времени возможностью мгновенно получить готовую фотографию сразу, но это удовольствие омрачало высокая стоимость картриджей. Все были уверены, что фирма Polaroid богатеет от прибыли с продаж, растущих как на дрожжах. Было настоящим шоком узнать в один прекрасный день, что фирма обанкротилась. Прошло несколько лет, и я снова читаю новость о повторном банкротстве компании. Это можно назвать контрольным выстрелом вдогонку. Что же случилось с лидером фотоиндустрии? Компания Polaroid выросла из маленькой лаборатории, которую основал внук русских эмигрантов Эдвин Лэнд, с помощью учителя физики Джорджа Улайро. Эдвин безуспешно пытался получить заказ на поставку поляризующего материала для автомобильных фар, но автогиганты отказывали ему и игнорировали. Помощь пришла откуда не ждали, и компания Eastman Kodak, признанный лидер индустрии, сделала крупный заказ на фотографические поляризационные фильтры для улучшения контрастности и борьбы с бликами на фотографиях. Разработанный для Kodak поляризующий материал получил название Polaroid. Вот отсюда это название. И вскоре Эдвин договорился с оптической компанией, и в продаже появились очки Polaroid. Заработав на этом 35 тысяч долларов, а это огромная по тем временам сумма, Эдвин поверил в коммерческий успех своего изобретения и в 1937 году основал фирму Polaroid. Дела в компании шли неважно. Фирму спасло начало Второй мировой войны, как это часто бывает. Посыпались военные заказы на приборы, ночное видение, прицелы и другую продукцию. Самый жирный большой заказ поступил от флота США на разработку ракеты DAF. И хотя ракета так и не была использована в войне, но выделенные государством 7 миллионов долларов были честно освоены. Рождением фотоаппарата Polaroid мир обязан прежде всего трехлетний Дженнифер, дочке Эдвина Лэнда. Во время прогулки папа фотографировал дочку, и она тут же захотела посмотреть, как она вышла на фотографии. Это естественно. Эдвин начал объяснять дочери, почему нельзя так быстро получить фотографию, и пришел к выводу. Технически реально разработать технологию мгновенной проявки и фиксирования фотоэмульсии. Так это называется строго по-научному. В 1945 году в фирме Polaroid работало 1250 человек, и оборот достиг 16 миллионов долларов. Война закончилась, и компания осталась без заказов. Вот тут-то и вспомнил Эдвин про идею дочери. Работа закипела, и практически через два года появился первый прототип, а через год и первый серийный аппарат Polaroid Land 95. Фотоаппарат стоил 89 долларов 75 центов, а пленка к нему, где всего было, кстати, 8 кадров, стоила 1 доллар 75 центов. Кстати, не так дешево. Только за первый год продаж аппарат принес компании 5 миллионов долларов. Мудрое руководство всю прибыль потратило на рекламную компанию новинки. Рынок ответил бумом продаж. Закономерно. Фирма Polaroid перетягивает к себе обширную дилерскую сеть Кодека своих конкурентов. Открывает зарубежные дочерние компании, филиалы. И в 1957 году выходит на фондовую биржу. В начале 60-х годов фирма начинает производить цветную пленку, называется Polar Color. А для привлечения молодежи начинается выпуск дешевых фотоаппаратов Swinger, в котором картриджи были только черно-белые. Считал, что молодежь менее взыскательна в этом смысле. В 1972 году фирма приступила к выпуску новой модели SX-70. В этом фотоаппарате впервые фотографии выходили автоматически. Это было революционное новшество. Чудо-аппарат уже не вызвал прежнего ажиотажа. Продажи хоть и немного росли, но доход падал. В 1974 году акции компании подешевели в 10 раз. Многолетний заказчик Eastman Kodak неожиданно отказался продлевать контракт и через год начал продавать свои камеры с мгновенной печатью фотографий. Разумеется, конечно, последовало судебное разбирательство о нарушении патентов и авторских прав и всего прочего. Но оно длилось 10 лет, в течение которых Kodak успешно продавали свои аппараты. А вот у Polaroid были проблемы. Эдвин Лэнд, давно уже оставивший пост руководителя компании, занимался к тому времени перспективными разработками и разными стартапами. И в 1977 году он завершил создание системы быстро проявляемой кинопленки PolarVision. Но уже магнитная видеозапись прочно заняла рынок и доминировала. Надо заметить, что Эдвин Лэнд за свою жизнь получил 535 патентов на изобретение. Больше него патентов только у Томаса Эдисона, легендарной личности. В 1986 году компания выпустила новую модель – Spectra. Начиная с 1980 года руководство проводило реорганизацию компании, однако объемы продаж падали. Попытки исправить ситуацию с сокращением кадров и увеличением расходов на рекламу результатов не принесли. В этих непростых условиях у компании появляется неожиданный партнер в лице Советского Союза. Вице-президент Академии наук СССР академик Евгений Велихов во время визита в США познакомился с президентом фирмы Polaroid. И в ходе беседы возникла идея создания совместного предприятия в СССР. Предприятие «Светозор» начало выпуск продукции в 1989 году. В производстве было две модели – Supercolor 635CL и 636 Close-Up. Электронику для этих фотоаппаратов поставил обнинский завод «Сигнал». Предприятие пережило разбал Советского Союза, но не устояло перед дефолтом 1998 года. Так уж получилось. Руководство компании вовремя не оценило перспективы цифровой фотографии. А когда спохватилось, то японские компании было уже невозможно догнать. Попытки перейти на другие виды продукции закончились безрезультатно. И более того, принесли безвозвратные вливания инвестиций. Так это называется в экономике. К началу 2001 года компания Polaroid накопила долг около миллиард долларов. А ежеквартальные убытки превысили 50 миллионов долларов. Руководство Polaroid подало документы на банкротство. И знаменитую компанию пришлось спустить с молотка, еще и по частям. Новый покупатель подразделения бытовых фотоаппаратов вывел производство в Китай, сохранив право использовать бренд. В 2005 году совершенно неожиданно это подразделение Polaroid выкупает американская компания Peter's Group Worldwide, заявив о планах возродить былую славу бренда. Увы, счастье длилось недолго. И в 2008 году президента компании Peter's Group Worldwide арестовывают ФБР, обвинив в создании финансовой пирамиды по схеме Понце. В итоге президента посадили в тюрьму на 50 лет, а фирму снова объявили банкротом. Небольшая компания The Impossible Project переводится как «невозможный проект». выпустила в 2017 году аппарат под маркой Polaroid One Step 2. И это была, по сути, последняя веха или финальный аккорд в знаменитой истории Polaroid. Фирма, которая создала уникальный бренд, создала потрясающую технологию, которая во многом опередила свое время. И что-то мне подсказывает, что она в будущем так или иначе еще будет возвращаться, но уже может быть в каких-то других обличиях и под другими названиями. Тем не менее, многие люди на этой планете помнят Polaroid и во многом благодарят свое счастливое детство за вот эти красочные, классные, замечательные фотографии, которые легко и быстро проявлялись вот в тот момент, когда тебе просто захотелось сфотографироваться, например, с семьей, друзьями или в рамках какого-то классного мероприятия. Помните, технологии улучшают жизнь, они помогают нам запечатлеть лучшее в ней и приумножить то, что нам хотелось бы и так сохранить для будущего. Но и несмотря на то, что итог развития и жизнедеятельности этой компании так или иначе можно признать где-то неутешительным, я все-таки с этим не соглашусь. Я поступлю не как специалист, а скорее как человек, потому что по логике у любого изобретения, у любой компании есть определенный срок давности, срок годности и срок существования. И я сказал бы, что фирма Polaroid выполнила все, что могла и сказала обо всем, что хотела сказать в мире технологий. Ну а с вами был Андрей Бургер и наш авторский проект, в котором мы говорим про лучшие из высоких технологий, про самые запоминающиеся концепции и концепты и, конечно, про прорывные идеи. Поэтому увидимся совсем скоро, буквально через неделю. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok